Наши фиги продолжает программу Леона Вайнштейна. Голос здравого смысла. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, по-прежнему сердца и души людей беспокоят то, что происходит на Украине. Сегодня там очередная атака на вокзал в Краматорске. Много людей погибло, много раненых. Вот российские войска перегруппировку делают. Судя по всему, они возвращаются к своему первоначальному плану, то есть захватить побережье, проложить сухопутный путь до Крыма, отрезать Украину от Аральского моря, от Азовского моря, простите. И вот это такое временное как бы затишье тоже, то есть отошли от Центральной Украины, там отвели войска, но похоже, что за Донбасс, на Донбассе будут происходить тяжелейшие бои. И Украина получает, вот в частности, получила от Словении С-300, вот эти установки. То есть Украина вооружается, а Россия готовит, похоже, мощный удар по Донбассу. Ну, а это разговор идет о том, конечно, вопрос заключается в том, а куда же, что называется, пойдет теперь война? Куда, как она будет развиваться и какие есть выходы возможные из создавшей ситуации? Давайте проаналитируем, начавшим, называется, чуть раньше. Мы все, под все, я имею в виду, ну там все известные, знакомые мне аналитики, предсказатели будущего, да, все те, кто думал, что нужно России, как она будет этого достигать, этого подобного. И говорили о том, что вот сначала начнут пугать, что есть сговор некий между Байденом и Путиным. У нас нету стопроцентных доказательств этому, но по действиям очень похоже, что какая-то договоренность там существует. Российская разведка доносила Путину о том, что в течение двух дней они возьмут практически всю Украину, а за третий день они подавят сопротивление в Киеве, и на четвертый день они пойдут маршем, парадные формы были выданы людям. Вот они в этих парадных формах маршем пойдут по Киеву, а девушки будут бросать им цветы на броню. Так как у них была такая информация, у России, и более того, ЦРУ предоставило военное министерство, а те, в свою очередь, в Конгресс, доклад такой же точно, что три дня, максимум 72 часа там было написано, потребуется Путину, чтобы, если он захочет полностью захватить Украину, но, несмотря на то, что Байден у нас все время говорил, что он пойдет, пойдет захватывать и прочее, но общее мнение было следующее, что попугав, попугав, устроив вот эту истерику, Путин входит уже своими силами, потому что раньше делалось вид, что это не его силы, а кто-то там другой, какие-то там шахтеры, учителя, безработные, которые взяли, научились буками пользоваться и стали отгонять границкую армию из Крыма и Донбасса. Так вот, значит, официально своими силами войдет в Донецк, войдет в Луганск, постарается расшириться, сейчас ими занято, ну вот это ЛНР, ДНР, на самом деле это где-то одна треть Донбасса, то есть Донецка и Луганская властей. Вот, постарается расшириться до 100% Донбасса, через Мариуполь там и т.д. пробьет, как они называли его, сухопутный мост в сторону Крыма, и каким-то образом будут там либо шантажировать Украину и заставят ее подписать так называемое федеративное устройство с изменением Конституции, где, ну, практически без решения Путина ни одно решение Украины не может быть, не будет принято. Там либо еще, либо просто оттяпают кусок Украины, под названием Восточную Украину, без нацистов, там, без чего-нибудь еще, ну, там, без украинских нацистов, с российскими. И я думаю, что Путин в процессе, посмотрев на данные, решил, зачем мне захватывать, а потом вести переговоры по поводу Восточной, когда я за три дня без особых потерь захвачу всю Украину. Ну, и пошел, так сказать, вперед захватывать всю Украину. Ну, выяснилось, что все, что, вся информация, которая ему посылалась и которую посылала ЦРУ, кстати, Бернс, который летал и о чем-то страннейшем, о чем-то разговаривал с разведками России и председателем их оборонного комитета. А, Патрушеву. Значит, поданные все эти материалы были абсолютно, так сказать, либо непониманием обстановки, непониманием Украины, непониманием там чего-то. И они столкнулись с тем, что Зеленский не бежал, как они думали, клоун, там, трус убежит, тут же семью возьмет, не бежал, остался как символ в Украине. Украинцы сказали, ничего подобного, мы будем защищать, что называется, до последней крови отправили детей, женщин, стариков подальше, кто подальше в страну, кто вообще за границу. Мужики остались там, взяли оружие и пошли, что называется, бороться с врагом. А армия, в отличие от предположений, что там несколько генералов, просто как только Россия высадится, начнет немедленно сдаваться, эти генералы, так сказать, оружие, как, ну, в свое время, власов там, да, при немцах, повернут оружие против своей страны, арестовали двух генералов, которые в это время были в запасе, и, так сказать, больше ничего не произошло. То есть, и армия, и население, и Зеленский оказались совершенно не теми, и не такими, как предполагала Россия, и предполагал Байден, предполагал, так сказать, Конгресс, предполагала разведка США, ЦРУ. Вот, теперь, как результат этого, Путин был вынужден теперь уйти на оригинальный план. Опять, мы это говорим все, но мы не сидели на заседаниях у них там, самбез или как он там говорится, да, называется, мы можем только предполагать. Но потому что, что говорят перемещики, потому что офицеры говорят, потому что, какое снаряжение было дано им, что был там паек только на 4 дня, а дальше было сказано солдатам, что вас будут кормить уже украинцы по договоренности, не волнуйтесь, со складов украинских вы будете получать еду. Вот, и т.д., и т.п., то есть, как бы, вот у нас есть довольно ясная картина, представляется довольно ясная картина, чего произошло. Вот произошло то, что сейчас они пытаются перегруппироваться уже после позора, после того, как они поняли, что их армия вообще не мотивирована. Ну, как в 1941 году, когда зашел, так сказать, Гитлер, и армия миллионная, больше миллиона там стояла, побежала, сломя голову неизвестно куда. Вот, попадали в мешки, потому что немцы, так сказать, танками и прочее проходили вперед, и оказывались и сзади, и спереди, и слева, и справа от бегущих сотен тысяч советских солдат. Почему бежали? Потому что им защищать, извиняюсь, от своего подонка, значит, ради своего подонка защищать от другого подонка совершенно не хотелось. Сейчас происходит приблизительно то же самое, только еще и солдаты, которые пришли в Украину из России, просто не понимают, что они там делают. Просто. Ну, если так пострелять, там, поубивать, там, кого-то, а потом проекция танки, и девушки тебя будут за это целовать, там, и, так сказать, жаркие, ясные глаза или, там, губы. Это прекрасно. А если тебя еще стреляют, зачем мне это нужно, да? Нас в деревне, вот они здесь, как пишут и все время звонят российские солдаты, что, оказывается, они здесь живут значительно лучше, чем мы. Это те, которые из деревень приехали. Ну, вот, значит, теперь переходим к самому вопросу, а именно, Россия передислоцируется, убирает фланги, ну, бежит по-нашему, да, текает, если по, так сказать, не по-нашему, по-украински. И старается, так сказать, чтобы фланги не отрубили, не перебили, сделать так, чтобы это было более, более, менее, плановерное отступление, поэтому ввели обратно части, которые убрали в Белоруссию, и пытаются передислоцироваться. Параллельно они пытаются сделать как можно больше гадостей, гнусностей, убить как можно больше людей, разрушить как можно больше домов, разрушить как можно больше инфраструктуры, чтобы людей ничего уже не было, нигде жить, нигде работать, ни на чем ездить, ни почему ездить, вот что называется, не съем, так над кушу было, когда-то сказано, да, так вот, и переехать в восточную часть, и там теперь давить тот же самый план, либо пытаться оторвать тот кусок, назвать его там восточной Германией, да, восточной, так сказать, денатифицированной Украиной, ура, там, да, и которая будет стоять, как я уже сказал, с трех кусков, Донбасс, перешейка, я имею ввиду, сухопутный мост и Крым, либо они, взяв это, станут и начнут требовать у мирового сообщества, он требует, говорит, мы готовы вести переговоры, если и уйти, и больше не стрелять, и больше не убивать людей, и больше не делать ни того, ни сего, если Украина согласится переделать свою конституцию, включить вот эти вот такие области, там, в качестве особых, особого статуса, федеративных, которые имеют право влиять на все решения киевского правительства. Я думаю, что Украине это очень не понравится, думаю, что будут ожесточенные бои, правда, Зеленский уже говорил о том, что, так сказать, жаль, больно, и практически невозможно сказать солдатам украинским, идите теперь отвоевывайте, так сказать, Донецк, Луганск, то есть, так сказать, Донбасс, Мариуполь и прочее у России и погибайте, потому что он говорит, что погибнет очень много людей. Ну, не знаю, как оно будет происходить, как оно будет существовать, но Россия явно совершенно пытается вот эту вот изначальную свою идею сейчас внедрить. Хорошо, тогда перейдем, вернемся на нашу грешную землю. Ну, скажем, у людей, думающих, не вызывал никогда сомнений тот факт, не вызывал сомнений тот факт, что президент Байден фигура не самостоятельная, что это папит, что он не, мало того, что ничего не может решить, он ничего не понимает, что происходит. Свидетельством тому явилось посещение Белого дома бывшим президентом Обамы. И все стало на свои места, все стало ясно и понятно тем, кто и раньше это понимал. Боюсь, что те, кто голосовал за Обаму, ой, за Байдена и за Обаму, а еще отчасти те, кто ненавидел Трампа, просто голосовал против Трампа, они останутся при своем мнении. Я тут недавно наткнулся на интервью Обамы. Буквально коротенький ролик, 30 секунд, там 37 секунд, по-моему, 35 секунд. Если вы не против, я хотел бы, чтобы услышали. Попробуем. Нет, не получается, не звучит. А, нет, вот. И я всегда говорил, что, знаешь, если я мог бы сделать такой расчет, где... Я у меня был такой, 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 такой. То есть, речь идет о том, что я бы сидел где-то в Бейсмонте, вот там человек бы стоял у микрофона с маленьким наушным. Я бы говорил, что говорить, а этот человек просто бы озвучивал мои слова. Да, да, да. И он был бы с этим, так сказать, вполне себе... А все бы это знали и уже воспринимали это как слова настоящего лидера, а не подсунутого. Да. Вот. Ну и, конечно же, вот эта ситуация, которая была с визитом Обамы, когда... Я вот хочу описать ее тем, кто, может быть, ее не видел. Несколько дней тому назад Обама первый раз после, наверное, того, как Байден стал официально президентом, он приехал в Белый дом. И не просто приехал в Белый дом, а это была встреча со всеми там всякими важными людьми в демократической партии. Ну и вообще, так сказать, ну встречались с ним больше демократы, я думаю, что там были и республиканцы где-то тоже. И вот, значит, зашел Обама, который сейчас не президент, у него никакой власти нету. И зашел рядом с ним идущий президент Соединенных Штатов Америки. Ну, как бы должно было быть так. Вот президент это президент, поэтому все вытягиваются в струнку и хотят пожать ему руку, сказать слово и что-то о нему услышать. А Обама любимый символ там и прочее, прочее. Но, ну, так сказать, он чуть-чуть меньше магнит, чем президент. Ну, либо, ну, хорошо, одинаково. Прошло следующее. Пришел Обама. И вот мы видим, к нему тянутся руки. Кто-то с ним здоровается за руку, кто-то обнимается, кто-то пытается поцеловаться. А рядом стоит совершенно потерянный президент Соединенных Штатов Америки с растерянной улыбкой на лице. К нему подходит какая-то женщина. Ну, думаю, что кто-то тоже из них где-то, если я не знаю, кто это был. Просто не могу вспомнить сейчас. И что-то ему говорит. Он кивает ей головой, поворачивается к Обаме, стучит его по плечу. Обама мельком на него смотрит, не обращает никакого внимания. Он снова стучит его по плечу. Он берет его за плечу. Байден, президент США, берет бывшего президента и трясет, что, мол, обернись. Тот сдергивает, так сказать, плечом руку, но потом, так сказать, понимает, что это неправильно, оборачивается, что-то говорит, улыбается, говорит ей женщине что-то и поворачивается обратно. А Байден уходит из толпы и начинает камер-жизнание миллионов, президент. И он начинает бродить один. И что-то он смотрит наверх, влево. Никто к нему не подходит. У него на лице растерянное выражение. Он не понимает, что сейчас делать. И вот долго-долго, а вот в этой толпе все разговаривают друг с другом. На него не обращают вообще никакого внимания. Вы помните, когда Трамп, скажем, тот же Обама, GFK, любой президент, Рональд Реган, заходили в Конгресс. До овации народ руку тянул, хлопал, кричал что-то, показывал большие пальцы. Кто-то, наоборот, палец вниз показывал. Но не важно. Это пришел президент. Это пришел человек, который во главе администрации нашей страны. А тут старичок, старенький, несчастный, не очень понимающий, что он там делает. Вот такое тревожное, болезненное выражение на лице. И к нему никто не подходит. Вот это вот звучало, виделось ужасно совершенно. Я, наверное, навлеку на себя гнев моей супруги. Но она расплакалась, когда она это увидела. Ну, то есть, ей его по-человечески стало жалко, как пожилого человека. Я думаю, что даже не его. Она вдруг поняла, кто у нас президент. То есть, мы все понимали это разумом, а тут поняли сердцем. И она говорит, он не должен был быть президентом. Ну, нельзя так. Люди, которые за него голосовали, у них нет сердца. У них нет сердца, потому что... Он воздух либо сердца, либо ума. Да, да, да. А иногда это вот так. Ну, я не хочу никого обижать. У людей свои представления. Меня, кстати, я на секунду обратно вернусь к теме Украины. В связи вот с тем, о чем мы поговорили. Вот, когда здесь у нас идет такое вот как бы разделение между там трампистами, как они нас называют, и леваками, как мы их называем. Хотя, может быть, мы не трамписты, они не леваки, но называем. Но я понимаю, почему. Я понимаю, кому-то показалось, что вот то, что Трамп делает, это ужасно, потому что он там передразнивал какого-то инвалида. Я не уверен, кстати, что он это делал. То есть, почти уверен, что не делал. Еще какие-то вещи. Подтасовки им все время показывали кусочки из того, что он говорил полпредложения и показывал. То есть, воспитывалась ненависть к одному конкретному человеку и к одной конкретной партии. И я понимаю, что люди, не понимая, что то, что предлагает демократическая партия, невероятно похоже на тот социализм, из которого мы выбрались. То есть, люди говорили, что вот Трамп плохой, они хорошие. Я понимаю это. Не считаю, что это дальновидно, не считаю, что это умно, но что делать. Но вот чего я не понимаю, это каким образом часть нашей эмиграции, приехавшей из Советского Союза, из России, из Украины, из Молдавии, из Ташкента, Узбекистана, откуда угодно. Часть из них за Путина, за войну, за русских и говорит, и хорошо, и правильно, так им и надо. Украинцам имеется в виду. Вот, когда мы видим, наплевать, что ты думаешь об украинцах, смотри, как бомбы падают на их дома, смотри, как расстреливают танки-машины, в которых легковые едут, папа с мамой с ребятами, как инвалидов стреляют по ним, и т.д. и т.п. Вот как можно вот это оправдывать и говорить, а я что, пусть там дерутся, да, мне такое дело. Вот это вот у меня совершенно непонятная позиция. Согласен, согласен. Вот если кто-то может мне объяснить эту позицию только честно, вот сделайте одолжение, когда мы откроем, что называется, звонки, позвоните, я не буду прерывать, ну, там, не на час, да. Мне просто хочется понять, почему, как можно не видеть того, что погибают, рассказывая о том, что, а, американцы налетали на, там, я не знаю, там, Сирию или там на Югославию, да. Они не работают, потому что это тоже плохо. То есть, почему либо надо осуждать и тех, и тех, и тех, либо надо не осуждать ни тех, ни тех, ни тех за это, да? Да. Вот если кто-то сможет четко объяснить свою позицию, я буду очень рад, потому что не могу никак ее представить себе. Хорошо, во второй половине программы мы откроем микрофон, а может быть, вот сейчас есть звонок, может быть, как раз кто-то и скажет, выскажет свою позицию. Пожалуйста. Здравствуйте. Вы спрашиваете, как люди могут вот таким образом думать и быть за социализм, и за Путина, и за фашизм, а их зомбировали больше восьми лет. Я спрашиваю другое. Вы понимаете, вы сейчас будете, я знаю вашу позицию, она мне нравится, но вы сейчас будете мне рассказывать о других людях. А я бы хотел, чтобы позвонил человек, который считает, что так или нет, или нет. А, вы говорите, вы не понимаете, я тоже долго не понимала. Я очень хотел бы, чтобы не вы объяснили, потому что, извиняюсь, я как вы тоже могу объяснить, я думаю. А мне бы хотелось, чтобы позвонил человек с той позиции. Хорошо, будем ждать. Значит, во время моей программы один человек настойчиво меня пытал по поводу того, вот комитет 6 января работает, вот суды какие-то и так далее. И он меня пытал настойчиво о том, что они нарушили закон, они нарушили закон. Я говорю, ну не все нарушили закон, там несколько сот человек бросили в тюрьму, из них, может быть, несколько десятков, которые действительно нарушили закон, там, ломали имущество, там, может быть, ударили полицейского и так далее. Да, они получат по заслугам. Но остальные, некоторые даже не были в здании Капитолия в это время, но и, тем не менее, сидят в тюрьме. Недавно состоялся суд, буквально позавчера, два дня назад, один из участников был полностью оправдан. Полностью оправдан, выпущен из... То есть, людей больше года держали в тюрьме. Вот что теперь, я надеюсь, что он вчинит иск, к сожалению, нам с тобой, Сережа. Да, мы же будем оправдан. Потому что платить будем мы, а не те падлы, которые его засудили туда. Это надо лично их судить, а не, так сказать, прикрывать их нашими деньгами. И по сей день еще несколько десятков человек, уже прошло более полутора лет, они до сих пор сидят в тюрьме. Это немыслимо. Это нарушение всех традиций американских законов. Люди сидят в тюрьме. Их не выпускают под залог. Им отказывают в нормальных, так сказать, правах, которые даже заключенные, которыми должны обладать. И вот этот человек мне... Вот я бы, наверное, не хотел, чтобы вы оказались на месте. Вот видите, человек просидел в тюрьме, а он оказался совершенно невиновным, и его суд оправдал. Вот и вы, который мне звонил и настаивал на том, что все правильно, так им и надо, вот вас бы на полтора года в тюрьму посадили, и потом сказали, ну, парень, все, ты не виноват. Вообще-то оказалось, что ты прав, ты действительно ничего не делал, мы тебя случайно арестовали. Да. Это одно. И еще одно. Помните, то есть я-то этому дал свою оценку. Прав я, не прав, не мне судить, время покажет. Я сказал, что это было в чистом виде. Провокация демократической партии и спецслужб. Ну, либо воспользовались, либо продумали заранее все это, либо, так сказать, просто бросили, что называется, семечки, значит, внутрь, ну, не семечки, как сказать, точнее, да, приманки, и смотришь, а что будет? И вот было вот так. А, прекрасно, пошли. Потому что, ну, не верю я, извиняюсь, что те люди, которые из моих знакомых ездили в этот день в Вашингтон, и которые были там на ступенях, что они ломали двери, по рассказам очевидцев, были какие-то совершенно никому не знакомые люди, мускулистые и прочие, у которых было вдруг, так сказать, знание, где бить, кого взламывать и т.д. А потом, когда я сам видел, когда полицейские стояли, и махали руками, идите, идите сюда, идите, идите сюда. Люди не хотели идти по ступенькам, стоит полицейский, и машет им, давай, 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 давай. Ну, народ так пошел. Я бы тоже пошел, почему нет, если меня приглашают посмотреть, да? Другое дело, что я, наверное, не пошел бы в кабинет Нэнси Полоси садиться за ее стол и скласть на ноги на него. Ну, это говорит не о том, что он преступник, а о том, что он козел. И, кстати, сказать, они по-прежнему, ну, на самом деле мы все понимаем, что вся работа этой комиссии затеяна с одной единственной целью, притянуть Трампа к этому делу, каким-то образом привязать его, чтобы лишить его возможности баллотироваться на следующих выборах. Но таймтейбл, что называется, показывает, Трамп дал добро, и об этом говорит тогдашний министр обороны, что Трамп с ним разговаривал, сказал, что, типа, требуется 10-20 тысяч гвардейцев, чтобы обеспечить. И он дал эти показания этому комитету гребаному, и они все равно, так сказать, нет, нет. Ну, у них же другая цель, правильно? Не правда они собираются искать. Они собираются искать возможный компромат, который может быть просто какой-то словесный, или там что-то еще, а там, как пришел этот самый полковник, подполковник, да, так сказать, из российских, давал показания, что это преступление, то, что делал Трамп в разговоре с Зеленским, да? Да, Виндман. Виндман, Александр, Алекс Виндман. Вот и на основании его показаний, то есть его мнения, ничем не подтвержденного, сколько чего было. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, это мне, да? Добрый день, господа. Скажите, пожалуйста, во время этих массовых беспорядков, погромов, было убито огромное количество страж правопорядка полицейских, и также искалечено. Есть какая-то статистика... Вопрос, вопрос, вопрос. Стоп, 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 стоп. Извините, как вас зовут? Вадим. Как вас зовут? Вадим. 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 А так как вы говорите какие-то вещи, я должен понять, вы говорите об Украине или вы говорите о Вашингтоне? Я говорил об Америке, когда были беспорядки в Америке. Я понял, да. Огромное количество, сколько было полицейских убито? Я не знаю, я хотел у вас спросить. Тогда зачем вы говорите огромное количество, если вы не знаете? Скажите, пожалуйста, сколько было полицейских искалечено? Или о каких событиях мы говорим? 20 человек, а тут я к полиции. Скалечено. Сколько было убито? Понесли хоть кто-то ответственность за это? У меня к вам вопрос. Вадим. Вадим. Сколько было убито? 0, 100, миллион, 14. Сколько было убито? 20. 20 было убито. Убито было 20. Я вам скажу. Я вам вопрос задаю. Какое количество было убито? Наверное, говорим о разных вещах. Вадим, очевидно, имеет в виду какие-то... Когда 6 января были так называемые беспорядки, то есть демонстрации, митинг Пьероши, беспорядки, не было убито ни одного полицейского. Теперь, во время этого же дня и следующего дня, на всякий случай, не было искалечено ни одного полицейского. Единственный убитый человек это была майор в запасе десантных войск США. Женщина, пришедшая за Трампа на демонстрацию. Она с кучей других людей оказалась в зале хладнокровно. Один из офицеров, присутствующих там, вынул пистолет, выстрелил ей в голову и ушел. Никаких действий она не предпринимала, либо ее группа, либо кто-либо ливала, для того, чтобы оправдать этот выстрел. Теперь его полностью оправдали. Единственный человек, который был убит, была женщина, которая пришла демонстрировать за Трампа. Майор в запасе отставки, не знаю точно. Десантница, чудная женщина, потрясающий, интересный человек. Вот, и больше никого убито не было. Теперь, поэтому на вопрос, почему никого не наказали за убийство очень большого количества полицейских, говорю, отвечаю вам. Знаете что? Глупости не говорите. Вы жене своей. А людям, которые вас слушают и которые знают историю, хотя бы историю два года тому назад, полтора, не надо говорить глупостей, потому что вы выглядите абсолютным идиотом. Давайте-ка мы сделаем перерыв, переведем дух вас, сделаем глубокий вдох, после чего вернемся, продолжим, обязательно примем все ваши звонки. Никуда не уходите. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Леон, только мне кажется, что Вадим, который звонил, он имел в виду, наверное, не событие 6 января. Я пытался от него этого добиться, к сожалению, не удалось, чтобы внести ясность. Поскольку, ну, скажем, мне так кажется, не знаю, хорошо, будем принимать. А что могло, а что еще могло быть? Ну, до этого, там, в 20-м году было достаточно выступлений БЛМ-овцев на антифовцев, действительно, полицейских, то есть не 6-го дня. Я не думаю, потому что мы говорили о конкретных вещах, он позвонил и сказал... Окей, хорошо, давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Я прошу прощения, что делаю замечание, но умеете выслушивать собеседника до конца. Вадим в Сироне говорил вам об погибших полицейских, о раненых и так далее. Вопросы его заключались наверняка совсем другом, я не знаю в чем. Но если бы вы вышли до конца, а не перебили его своими высказываниями... Вы, очевидно, были бы правы, если бы Вадим не закончил свою тираду вопросом, кто был наказан, кто за это ответит. Но если это была ирония, то тогда... Знаете, я прошу прощения, а как вас зовут? Все. Отключился наш радиослушатель. Давайте, идем дальше, давайте примем звонки. Окей. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что Вадим имел в виду Техас 2020 года, когда БЛМ и Антиха убили фактически этих людей. Там пять человек сразу, пять полицейских сразу застрелил. А у меня вопрос в другом. Вот на днях, как известно, умер Джавиновский. И в Фейсбуке и других интернетах появились видео о том, что он, как глашатый, высказывал желания Путина, и которых впоследствии Путин фактически осуществлял. Как захват Крыма, о котором говорил в 2007 году, Живиновский, убийство Немцова и так далее и тому подобное. Но меня интересует совсем другое. И в том же 2007 году Живиновский сказал о том, что американцы дождусь от того, что их президентом скоро будет черный и исламист. И фактически попал в точку. В 2008 году нашим президентом стал Обама. Как мог Живиновский, если не было связи Обамы с Путиным, предвидеть того, что совсем неизвестный тогда 2007 году Обама стал президентом Соединенных Штатов? Спасибо. Ну, я думаю, что он никак не мог. Как очень часто бывает, люди высказывают много всяких идей, потом одна из них происходит и говорят, как он мог это знать. Вы знаете, никто не знал и не мог знать, потому что все-таки процесс выборов, даже когда их пытаются подтасовать, все равно не знают, удастся или не удастся. А то, что когда-то стал бы черный, ну, господи, черный станет здесь и женщина, и, надеюсь, что история будет продолжаться. Правда, всякие предсказатели говорили, что у нас будет 45 президентов и все. А Байдена за президента считать нельзя. Поэтому 45 уже было, что дальше мы не знаем. Вы знаете, Живиновский умер. Говорят, что у умерших либо ничего, либо правду. Поэтому, говоря правду о Живиновском, это проект КГБ, такой же точно, как Путин. Просто чуть-чуть помельче, но звенья одной и той же цены. Такой же, я абсолютно уверен, как Навальный. Роль заключалась в том, что нужно безумных, бешеных всяких психов и прочее окучивать, и то же, чтобы они шли в партии и в объединения, которые контролируют КГБ, а не в какие-то новые, совершенно психованные, которые могут доставить много неприятностей и беспокойства. Поэтому был изобретен такой вот Живиновский, который высказывает совершенно идиотские идеи. И у нас, так сказать, в любом государстве, в России не меньше, есть много сумасшедших идиотов, чокнутых и прочее. Типа, так сказать, все женщины голосуют за меня, потому что если я стану во главе этого государства, то у каждой женщины будет по мужику. Вот что это значит, никому не понятно. Но, очевидно, много народу проголосовало, потому что это было проверено на каких-то там деревнях, и народ радостно голосовал. Значит, его использовали многими образами. Один из образа своего использования – это высказывание в его манере, в которой, ну, нельзя сказать, что это государство высказывает. Ну, вот такой вот псих, такой вот клоун. Он, кстати, очень умный человек и очень соображающий, создавший себе вот такую вот персону, такого, так сказать, клоуна, я не знаю, с ножом или с плеткой. И он высказывает идеи, идеи проверяются на то, как публика реагирует. Если публика реагирует там хорошо или брать, они тестируются еще другим образом. То есть он был одним из тестирующих. Кроме того, он приводил каждый раз, когда нужно было, а не по мелочам, он приводил определенный электрат голосовать за любые идеи, которые КГБ, ну, там, ФСБ, называйте его, если хотите, сейчас, оно хотело пробивать. Вот и все. Точно так же у «Эхо Москвы» была своя роль, у Латыниной, знала она об этом или нет, была своя роль. Это достаточно хорошо разыгранный спектакль. Как только какие-то звенья переставали играть в этом спектакле, то их либо физически уничтожали, либо выдавливали за границу, либо делали так, что они не могли больше доходить до зрителей, читателей и тому подобное. 847-400-5200, телефон нашей студии, примем звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый? Добрый. Алло. 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 Да. Слушаем. Вопрос. Слушаем. Можешь вопрос задать? Пожалуйста. Вам нужно перезвонить, потому что, к сожалению, прерывается связь. Это технические проблемы. Перезвоните, да. А вот так вот я сегодня уже говорил о том, что... А вот опять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Хотел бы спросить вопрос, товарищи, я не знаю, как вас зовут. Когда вы приехали в Америку, в каком году? Я уехал из Союза Советских Социалистических Республик в 1973 году. Я оказался в Израиле, прожил там 11 лет, а потом немножко путешествовал по Европе. Потом в Нью-Йорке стал делать спектакли и ездил туда-сюда и в Европу и в Израиль, продолжая ставить спектакли, которые я начал. А в 86-м приехал играть здесь на сцене театра. Задержался и уже с 86-го года живу в Калифорнии и США как постоянный житель. Очень хорошо. А скажите мне, в 73-м году, когда вы уезжали, какая была причина эмиграции вашей? Почему я спрашиваю? Потому что я уехала в... Я сама из Украины. И мы уехали оттуда, потому что нам все время говорили. И шайки, что вы играли. Ну извиняюсь, вы это рассказали вопрос? Потому что вы сказали, что вы хотите мне задать вопрос, а сейчас рассказывайте. Ну как бы, нет, я вас спросила вопрос, когда вы приехали, и я теперь вам говорю, что я думаю. Я понимаю, да. Хорошо. То есть вы хотите не спросить меня вопрос, а рассказать рассказ? Да, я вам хочу просто сказать причину. Надо искать далеко-далеко причину людей, которые как бы не видят друг друга до сих пор. Причину чего? Причину людей ненависти друг к другу. Ненависти друг к другу. Я вам как бы отвечаю на вопрос, который вы задали где-то минут 30-40 назад, который говорит, почему люди, которые сюда приехали, требуют войны. Стоп, 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 стоп. У нас так не получится. Один или другой. Давайте, вы сказали что-то. Теперь я должен понять, потому что ни я, ни слушатели не понимают. Я хочу понять следующее. Вы звоните, чтобы объяснить мне, почему вы за то, чтобы Украину, украинцев, дома, театры, больницы бомбили и убивали, да? Нет, нет, совершенно не за это. Зачем вы звоните? Я говорю, я звоню, потому что... Я просил ответа на конкретный вопрос. А вы мне сейчас будете рассказывать, что в Украине был антисемитизм. Давайте я вам тоже что-то расскажу, но вы, к сожалению, слушать у вас не получается, поэтому вот безбожно дайте мне это сказать. Можно я это скажу? Можно я это скажу? Ну, правильную... Спасибо большое. Можно я это скажу? Можно? Вперед. Да, прекрасно. Значит, я уехал в 1973 году из Союза Советских Союзистических Республик, потому что у меня было три причины. Одна из которых была антисемитизм. Остальные две эту даму не волнуют, поэтому, так сказать, я не буду на нее отвечать. Я хочу сказать, что я время от времени люблю читать книги по истории. Значит, я заметил, что во Франции, начиная с времен Дрейфуса, возник страшный антисемитизм. Евреев избивали, убивали, сажали в тюрьмы, лишали имущества, насиловали и тому подобное. И с тех пор, со времен Дрейфуса, Франция считается страшной антисемитской страной. Я заметил, что англичане, после того, как кончила Вторая мировая война, расстреливали пассажирские пароходы и лодки, которые пытались прибыть в Израиль из концлагерей, когда их освободили. Англичане их расстреливали. Когда Гитлер в свое время, в 1933-1934 годах, могу ошибаться, в 1936 году, обратился к Англии с предложением отдать всех своих евреев перевезти в Израиль, то Англия сказала, что она примет 40 тысяч человек в Израиле, потому что тогда был протекторат Палестины, она принадлежала по мандату Англии. А все остальные, им совершенно все равно, что с ними пройдет, хоть они подохнут. Значит, итогово по совокупности можно сказать, что Англия тоже не совсем чиста, он антисемитизма. Поляки антисемиты. Да, правильно, да, так сказать, такие же, что как украинцы. В Вильнюсе две трети населения до войны было еврейское. До того, как туда вошли немецкие войска, это население начало стремительно уменьшаться, потому что местными силами стали убивать, грабить, насиловать евреев. То есть, литовцы тоже не очень хорошие ребята, правильно? В России был кошмарный антисемитизм. Если вы в курсе, погромы, да? Молдавия, Кишинев, Кишиневские погромы стали просто символом, символом того, что происходит плохого в мире. Кстати, возвращаясь к России, российская охранка при царе, чтобы не думали, что при царе Горохе все было хорошо, выписала книжку, которая называется «Протоколы сионских мудрецов». И эта книга стала Библией всех антисемитов на земном шаре. Продолжайте, я могу про все страны сказать, да? США. Когда Рузвельту предложили взять евреев бесплатно из Германии, то мадам Рузвельт Элеонор написала в своем этом самом. Я сказала мужу, ни в коем случае, ими так уже вся Америка провоняла. Женами имелось в виду. То есть, ну не совсем все хорошо по миру. Поэтому рассказывать мне о том, что у вас долгосрочная... Поэтому вы думаете, что хорошо, что русские самолеты убивают украинских детей, это подлость. Точка. Какие бы у вас воспоминания не были, это конкретно к этой женщине и к тем людям, которые исповедуют те же самые взгляды. Ух, и следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Луфи. Добрый день. Извините, пожалуйста, как вы прокомментируете... Вам нужно приглушить радиоприемник, потому что ничего не понять из того, что вы говорите. Ага, сейчас. Как вы прокомментируете тот вариант, что сегодня на Мариуполь, извините, на Храматорск было совершено нападение российской ракеты .у? И сколько погибло людей? Как вы это прокомментируете? Прокомментируйте. Спасибо. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я могу вопрос задать по конфликту России с Украиной? Запросто. В российской армии, вероятно, я не уверен, очень много... Там что-то очень громко у вас разговаривает, я не слышу ничего. Сейчас вы слышите. Выключите радиоприемник, я не уверен, но, наверное, очень много командного состава составляют украинцы. Как к ним относятся в российской армии, какова их судьба, если у вас есть какие-то сведения? Спасибо, я послушаю по радио. Вы знаете, что в гитлеровской армии, а поточнее сказать в войсках СД и СС, было порядка десяти, даже может быть больше, одиннадцати полковников и генералов еврейского происхождения. Гейдрих, который известен, может быть, там, большинству или, может, большинству наших слушателей, был этнический еврей. Что, так сказать, ну, никак не мешало ни его друганам, там, Гиммлеру, Геммельсу, Гитлеру, что-то они все на Ге у меня, да, там, Борману и тому подобное, Канарису, быть с ним в прекрасных дружеских отношениях, ходить на свадьбы его дочерей, приглашать его к себе, выпивать и обсуждать самые важные вопросы в жизни. Поэтому я не думаю, что в российской армии, вот, они считают, что этнический украинец, он обязательно пятая колонна. Хотя я тысячу процентов уверен, что людей с корнями в Украине или с украинскими фамилиями серьезно проверяли на вот это самое. Надеемся, что ответили на этот вопрос. Ну и еще минут пять времени у нас есть, если будут звонки, обязательно примем. А вот я сегодня рассказал о том, что одного из обвиняемых в событиях 6 января оправдали. Это не единственный случай. Вы помните эту скандальную историю раздутую о том, что госпожу Витмар собирались похитить, это губернатора штата Мичиган. Да-да-да. Да-да. Сегодня еще двух человек по этому делу оправдали. И тоже там замешаны, так сказать, информаторы ФБР и так далее. Люди, сотрудничавшие плотно с ФБР. То есть, похоже, что это такая же провокация, как и провокация 6 января. То есть, наши спецслужбы делают все для того, чтобы вытянуть эту партию, я имею в виду демократическую, и удержать ее в власти. Ну да, потому что они боятся, что придет кто-то типа Десантиса или Трампа и начнет действительно чистить аргиевы конюшни. Добрый день. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот украинцы, которые приезжают сюда, они очень не любят русских. Это понятно. Это все понятно. Но для них русские, это те, кто приехали из России. А вот мы, например, евреи. И у нас мы тоже приехали из России. И вот у меня такое впечатление, что вот их ненависть к русским, она переносится на всех людей, которые просто приехали из России. Вот как с этим быть? Я послушаю по радио. Спасибо. Спасибо большое. Кстати, интересный вопрос. Не задумывался о нем, но сразу же у меня всякие мысли начали появляться. У меня довольно широкий круг общения. Ну, может быть, этот круг знает мои позиции, и поэтому никак ко мне не относятся, кроме как, так сказать, вот я высказываю такие позиции. Но у меня много людей, которые приехали из Украины, много людей, которые приехали из России. Кстати, из Кишинева, оттуда, отсюда, из всяких разных стран. Но я ни разу еще пока не слышал, чтобы в компаниях, и у меня достаточно бурная социальная жизнь, несмотря на возраст, чтобы какое-то было вот такое вот разделение. Может быть, я не имел... Хотя нет, я встречался и с теми, которые совсем недавно приезжали. Я ни разу не слышал вот этого к русским. У них довольно точный посыл. Вот когда они говорят русский, Россия, да, они имеют в виду конкретно вот эту путинскую клоаку. И они очень плохо относятся к тем, кто сидит в России, тихонечко, ничего не говорит, ничего не выступает, и просто хочет сбежать оттуда, потому что стало экономически хуже. А до того их все устраивало. Понимаете? И это я могу хорошо понять. А вот к тем, которые сидят, живут здесь в Америке, никакого к этому отношения не имеют, и еще высказывают им самолезнование, что, ребята, этот кошмар, мы надеемся, скоро кончится, ни разу не слышал, чтобы были какие-то по этому поводу всплески. Успеем, наверное, принять еще один звонок, если коротко. Алло, Сергей Леон, здравствуйте, Владимир Кейсберлинга. Я просто хочу вас посоветовать. Если бы обид была не одна, еще одну женщину забила вашингтонская, именно, не капитала Вашингтон, полицейская, черненькая, очень симпатичная, деревянная тупина, по голове. Я сначала сбила стоп-толба, которая рванула из подземного тоннеля, входного в Капитолию, которая рванулась газом в полицейске, Капитолия. А потом это уже полицейская, но именно больше с деревянной тупинкой, и по голове забила нас в госпиталь, установили, что она не пришла в себя. Ну вот так. Это так, что ни одна женщина, не только женщина, битва. Спасибо. Спасибо. Я, честно, первый раз слышу, но это, так сказать, не означает, что я все должен знать. Да, спасибо. Леон, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. И до встречи в следующий раз. До свидания.